Друзья, всем привет! В одном из последних роликов я говорил о том, что хочу доздаться хорошую погоду, чтобы взять турбовую Мазду 6 на тест. Но, как вы видите, праздники уже кончаются, а снег все как шел. Так он по чуть-чуть идет, вроде бы солнышко уже на небе, но не об этом суть. Друзья, смотрите, кого я вам сегодня привел. Мовенькая, турбовенькая Мазда 6. Есть огромное спасибо, хочу сказать официальному дилеру Мазда Мейджор, 18-й, которому МКАД, за то, что предоставили автомобиль для теста. Ага, ага, уже стал забывать, куда палочку-то вставлять. Друзья, иди сюда, показывай поближе. Вот это мы сейчас все снимаем. Вон она, вот она, она, любимая наша турбина, которую мы ждали. Давайте кратенько по моторчику. 231 лошадиная сила, 420 крутящего момента. Работает все это дело в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон у этого автомобиля по паспортным данным аж целых 7 секунд до первой сотни. Подчеркиваю, по паспортным данным. Турбинка, что говорит, можно чипануть, можно поставить полегче колеса, можно переделать выхлоп. Я думаю, выжать из него секунд так 6 можно. Что по цене? Вот эту версию, вот прям самую-самую топую с дополнительным пакетом 2 миллиона 380 тысяч. Вот обратите внимание, да, в каком состоянии подкапотное пространство. Вот если какого-нибудь немца сейчас открыть, все будет так аккуратно спрятать. Здесь же все в открытую стоит. Какие плюсы у турбового мотора? Ну смотрите, при объеме 2,5 литра он жрет бензина. В городе, по заявленным характеристикам, 10,7 это расход на 100 километров в городе. Это опять же заявлено. Я думаю, в реале, если погоняться по городу, литров в 12 он поджирать точно будет. В среднем таком цикле, если спокойно передвигаться, литров 9-10 запросто. Если посмотреть сейчас на конкурентов, кто-то скажет, типа, блин, вот сейчас же как начнется, передний привод теперь нам мешает. Нам нужен полный привод. Если взять Toyota Camry 3.5 V6, новую, самую топовую, сейчас цену на них подняли, 2 миллиона 520 тысяч рублей машинка стоит. Если посмотреть на Kia Optima GT, ну по всем видеороликам она в свои паспортные данные вообще и близко даже не едет. 2 400 практически на автомобиле, можно взять немца, можно взять Audi A4 190 сил дизельный Quattro. Полный привод будет, но опять же это уже будет немец. Как проявит себя турбина? Вот вы знаете, такой же мотор по сути стоит на CX-9. Я вот интересовался за все время эксплуатации, есть ли у кого какие-то проблемы. Пока что все официальные делители говорят, что проблем нет, машинка катается с турбиной на реконии 0. Опять-таки, вы должны понимать, что турбина это своеобразный элемент, за ним нужно следить. Межсервисный интервал лучше увеличивать, почаще масло менять как минимум. Фильтр воздушный почаще менять, следить за турбиной. Погонял, нагрелся, остановился, дать машинке постоять немножко, поработать на холостых. То есть все эти тонкости я сейчас перечислять не буду. В любом случае, покупать такой автомобиль, турбина, это все-таки вот дополнительный элемент. Ведет к удорожанию. И то же самое с ремонтом. Если вдруг что случится, то есть будет дороже, нежели чем атмосферник. При этом что, тяга лучше? 420 крутящего, ты вдумайся. Это на самом деле неплохо. При этом наличие турбины должно нам давать меньше расход топлива. Наличие турбины склонно больше к детонации двигателя. То есть здесь нужно следить за качеством топлива. Степень сжатия нам об этом также говорит. Хотя сам производитель на официальном сайте рекомендует заливать просто 95-й бензин. Но если мы откроем лючок бензобака, там будет написано от 95-го. Имея такой автомобиль, лично я бы заливал, ну не меньше 98-го, 98-й сотый. И тогда машинка бы мне дарила положительные эмоции. Максимальная скорость у данного автомобиля 240 км в час. Два с половиной просто атмосферный, 223 км. То есть летом, летом, если его чипануть, ну я думаю 250 из него выжать можно будет. Какие при этом будут ощущения, комфортность от управления. Это вы уже мне расскажете. Либо мы с вами покатаемся ближайшим же летом. Мы снимали тест-драйв на Мазду 6. Ссылочку на него оставляю в описании. Все рассказали, что изменилось по внешнему виду, что изменилось по интерьеру. Наш автомобиль тяжелее атмосферника на 38 кг. Тяжелее двухлитровой версии примерно на 68 кг. Какое основное отличие? У этого автомобиля здесь немного больше багажника. Об этом мне сказал менеджер по продажам. Но на самом деле, вот так вот зайти, посмотреть, особо как бы так вот на первый взгляд, визуально разница не заметна. Если кто-то заметил, ну пожалуйста. Здесь стала меньше докатка. Но тем не менее, вот видимых таких прям значимых отличий, что это турбовая версия, нет никаких. Даже шильдика никакого не появилось. То есть, на дороге ты сойдешь за того же самого двухлитрового мотора, за два с половиной. То есть, опознавательных черт нет абсолютно никаких. У нас самая топовая версия. 2 миллиона 380 тысяч рублей. Если включать свет, белые лампочки. Потолок темный стоит. Кнопочка у нас переехала сверху. Раньше она была где-то пониже, теперь она сверху находится. Вот эти части. Вот точно помню, что у меня на автомобиле они, знаешь, такие были более скудные, что ли, потоньше. Сейчас стали более такие пухлые. В остальном, посмотреть на автомобиль и сказать, что прямо вот чего-то здесь вау появилось. Но функций в принципе много. Вентиляция сидений, раздельный климат-контроль, который и был раньше. Автомобиль, по сути, вроде бы узнаваемый, да, но стал более богатым, скажем так. Опять-таки, очень много вспомогательных систем, про которые даже говорить нет смысла. Каждый приходит на сайт, смотрит, выбирает, что ему нужно. Меня интересует здесь одно. Это как автомобиль поедет, это его динамика. Еще важно, что сама Мазда заявляет, что автомобиль стал более мягким. Если раньше все говорили, что Мазда это такой, знаешь, спортивный седанчик, жесткий, 19-е колеса. Едешь, каждая выемка на дороге чувствуется, то теперь должен появиться некий такой баланс, что ты едешь по неровной дороге, тебе комфортнее. И в тот же самый момент, когда ты разгоняешься, ты получаешь все те же самые драйверские ощущения. Ну, вот давайте мы сейчас прямо с вами это и проверим. Колеса у нас, подчеркиваю, 19-е. Резина зимняя, не шипованная. Одно могу сказать. Вот сучку Мазда узнаю, знаешь, садишься за руль так вот левее, вправее, вот сразу машинка тебя чувствует, да. Вот ты раз, поедешь. Блин, ну вот это, конечно, кайф. Вот что-что, но вот именно за это когда-то я ее и выбрал, потому что управление здесь было на высоте. Подлокотник остался на своем месте, многие жаловались о том, что он, знаешь, как бы где-то вот сзади находится. Ну, вроде бы, когда едешь, особо этого не замечаешь. Ох ты, ох ты, знаешь, я выхожу так вот слегонцулю, но она уже только говорит, ну что, Дима, Дима. Так, сорокешничек. Без глупостей, друзья, без глупостей, но с точки зрения интереса. Я так растяну маленько удовольствие. Звук. Чувствую звук другой, знаешь, отклик на педаль газа я ощущаю. На двухлитровых, вот даже совсем недавно брали CX-5, едешь на 2 литра, блин, ну не то. Вот особенно после мне сейчас Toyota, там, 3,5 литра, маленько даешь, уже машина поехала. Слушай, набирает очень легко. Вот не нужно додавливать куда-то вниз, то есть слегка притапливаешь педаль пола, и она уже едет. Вот обратите внимание, мы сейчас едем соточку. Я вам могу 100% сказать, что гораздо меньше шума именно от колес. Вполне возможно, что хорошая резина стоит. Опять-таки она не шипованная. Но шума от колес меньше. Да и, в принципе, вообще вот так вот сотку мы едем, ну потише машина стала. Шум остается все равно, вот откуда-то от зеркал он идет. Стекла двойные идут. Передвигаться по городу, если смотреть на скоростной режим, тихо. Но 100% даю гарантию, что если 200 на нем разогнаться, машина будет шуметь. Да, в принципе, любая машина будет шуметь. Но перестроение очень хорошо. Слушайте, ну я прям газку слегка даю, она уже начинает разгоняться. Первые прям вот километры идут за рулем автомобиля. И я вам прям 100% говорю, ну вот что-что, ну перестраиваться машина вам подарит огромное удовольствие. Это не какая-то там селедка вот эта вот Toyota, блин. Конечно, за новую ничего не скажу, на ней не гонял вот так вот продолжительно. Но старая, просто убогая, блин, машина. То есть только по прямой ехать. На этой машине я хоть понимаю, что я ее чувствую. Тормоза тоже неплохие, пока свеженькие. Если брать этот автомобиль, с точки зрения погоняться, однозначно, тормозную систему нужно менять. Потому что будет лето, будет жара. Два-три раза тормозишься, все, машина уже в руль будет бить. Очень много вспомогательных систем. Все вот эти вот контроль занимаемые полосы. Все пищит, соответственно, мы едем там в слепые зоны. Все это отключают только для того, чтобы сейчас не было сторонних звуков. Слушай, ну тяга просто бомбовая. Сейчас мы найдем какой-нибудь участок, чтобы мы могли это проверить. Газку в пол. Слушай, ну странно, разгоняемся, конечно, но не прям так, что вау. Объясню. Очень важно понимать, что у машины пробег буквально 238 километров. И все те, кто рассказывает о том, что автомобили уже с завода обкатаны, да кем они там обкатаны? На холодную они там обкатаны или как? Или то, что вы просто завели двигатель, проверили, что он работает, что он ошибок не выдает и поставили. Это вам не спортивные болиды, которые перед продажей там одно время рассказывали, что их сначала обкатывают, проверяют, чтобы ты купил автомобиль и прям тут же мог наваливать. Вот эту тачку вот сейчас вот весну, скажем так, подрочить, и уже летом ты сможешь на ней нормально вольнуть. Не, ну дорогу держит машина очень хорошо. Первое, по шумке. Чувствуется, что действительно доработали, но в любом случае, все, кто купит новые автомобили на длительный срок, я бы вам честно от себя порекомендовал бы сделать ее прям дополнительно полную. Вот реально, разницу почувствуйте. Кто бы что ни говорил, тонкий металл, нет никакого смысла, смысл есть. Отделочные материалы визуально в любом случае стало гораздо приятнее. Ну серьезно, вот сами посмотрите, скажите. Вот эти такие легкие элементы, с одной стороны, знаешь, вся та же самая Мазда, прям чего-то здесь прям супер нового я не вижу, да, чуть-чуть доработали. То есть рестайлинг такой хороший сделали. Но внешне по материалам кажется поинтереснее, особенно вот эта часть. Вот многие, да, почему, например, говорят, вот ее можно потрогать? Ну да, конечно, каждый день ты ее трогать не будешь. Это, например, там, наверное, на тест-драйве, там, либо в салон пришел, посидел. Система CarPlay добавляется, установка блока управления, то же самое. По идее, будет у всех, у вас она доступна, даже начиная с 15-го года, тупо нужно будет доставить блок. Цена вопроса у дилера установить блок управления для CarPlay примерно 30 тысяч рублей. Материальчик вот этот, да, идет вставочка Алькантара. При этом потолок у нас и стойки уже не Алькантара, то есть просто ткань идет. Не поймите там и не принимайте меня за какого-то Мазда дрочера, то, что защищаю Мазду. Хотя многие уже говорят о том, что ты продал Мазу, сразу начал ее срать. Нет, вот я стараюсь делать объективно. Вот что-что, но стоит машина на дороге офигенно. Погоняться на ней можно. С турбинкой, так и вовсе. Ну, блин, надо дать ей просраться, надо дать вкаточку ей пройти. И вот по весне, я думаю, многие из вас, кто купит этот автомобиль, конечно, кайпанут. Свой паспорт из серии 7 секунд. Уверен, машина поедет. Все, кто будут чиповать, все, кто будут дорабатывать ее. Вот здесь уже будет сложнее, потому что, я думаю, просто-напросто не будет хватать зацепа. Все-таки автомобиль с передним приводом. И я уверен, что найдутся комментарии, которые скажут, вот если бы она была с полным приводом, ну, будем ждать теперь 2021 года, когда появится Мазда 6 турбовая с полным приводом, чтобы там был еще лучше разгон, чтобы лучше был зацеп. Ну, и ценник у нее будет еще выше. Цены растут. 2,400, по сути, за автомобиль. Ну, давайте подождем там, я не знаю, полгода там, весну. Возможно, появятся какие-то скидки. Сейчас, общаясь также с менеджером по продаже, говорю, что? Да что, блин, спрос есть, машины заводят потихонечку, но все разбирают, покупают. Контактик на него оставлю в описании. Кому интересно, позвоните, пообщайтесь. Возможно, для вас будет какое-то интересное предложение. Вот обратите внимание, камера кругового обзора. Как вам? Кайфуете от изображения? Вот, честно говоря, скажу, лично мое мнение. Я очень сильно привык к камере заднего вида. То есть, сейчас парковаться без камеры могу, но тяжело. То есть, прямо вот с ней комфортно. Четыре камеры, вот в наших погодных условиях, не знаю, у нас там грязище. Приехать куда-нибудь во двор, выбежать, по-быстрому все это протереть. Летом, ну, стихо уже, не знаю. То есть, видите, да, угол широкий такой, рыбий глаз некий получается. Слева, справа. И общий вид. Напишите вообще ваше мнение, вот кто катается с круговым обзором, как вы довольны? Вообще, любой абсолютно автомобиль. Вот все, кого я знаю, как правило, выходит, протирает только заднюю камеру. Видимо, все поток, смотрите, едем примерно. Сейчас, давайте, с ракет. Пошел. Вот, с ракетом прям вообще хороший подрыв. Оп, уже соточка. Вот в этом плане, знаешь, слушай, вот с ракета вообще можно прям пулять. Я, конечно, представляю, что там с двадцаточки в городе летом зацеп хороший. Как дал, пошел. С 80 в легкую горочку. Тоже слушаю. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот для того, что здесь стоит 2,5 турбо, конечно, кто-то сейчас скажет, вот немцы, друзья, немцы, немцы, мы едем на японцы. И мы тестируем непосредственно японцы. Тянет, тянет, тачечка, тянет. Ресурс мотора. Залез, так полазил. Ну, как обычно, знаешь, в интернетах понапишешь, что ресурс мотора турбового это 200-250 тысяч, некоторые проезжают при этом по 500 тысяч, говорят, у меня вообще проблем не было, только масло меняю. Все зависит от того, как эксплуатировать. Опять-таки, не каждый покупает автомобиль с надеждой на нем откататься по 300 тысяч километров. Это больше будет интересно уже для вторички. Но покупая новым автомобиль там на первые 5 лет, с учетом того, что за эти 5 лет ты проешь пусть даже там 180-200 тысяч, а это много. Я думаю, хлопот он тебе каких-то не доставит. Я прекрасно понимаю, что далеко не каждый, к сожалению, сегодня может себе позволить новые автомобили, поэтому многие обращают внимание на вторичный рынок. Не забывайте про спонсора нашего канала Автокод. Это тот самый сервис, с помощью которого вы можете проверить всю легальную и открытую историю по автомобилю. Вам достаточно будет ввести только госномер. То есть, вы зашли на сайт по продаже автомобилей, автору или авито, не важно. Нашли автомобиль, который вам кажется очень интересным, объявление симпатичное, все расписано, как вы хотите, все чисто, аккуратно. Звоните продавцу и говорите, а назовите, пожалуйста, номер автомобиля. Он вам дает номер. Заходите на сайт, вводите номер, оплачиваете разовую услугу 350 рублей и получаете открытый отчет. Участвовал в ДТП. Если участвовал и делалась калькуляция, вы сразу сможете увидеть, что по автомобилю менялось, на какую сумму и принимать решение, нужно вам покупать такой автомобиль или не нужно. Опять-таки, вы можете увидеть историю с пробегом, в залоге, не в залоге, в аресте, не в аресте, можете его купить, не можете, оформить для себя. Помните, что мошенников сегодня очень много. И покупая новый автомобиль, разовая проверка в 350 рублей сэкономит ваш миллион, а то и больше. Если же вы ищете автомобиль и вам нужно больше проверок, посмотрите на пакеты. Вы можете купить сразу 100 проверок. Таким образом, одна проверка будет составлять всего лишь 100 рублей. Автокод, ссылку на них оставляю в описании. Здесь, по сути, технологически, с точки зрения подвески и так далее, все осталось то же самое, ну как доработано. Стало чуть-чуть, но лучше. Поэтому, как она будет эксплуатируется, как она будет продаваться, покажет нам 2019 год. Купил бы я этот автомобиль? Ну, честно вам скажу, если бы были бы бабки, там, условно, 2,5 миллиона на автомобиль, и я бы хотел бы себе новую тачку на 3-4 года, с надеждой на то, чтобы не знать хлопот, да, купил бы. Вот, честное слово, вот Camry новую 3.5 V6 не купил бы. Ну, вот серьезно говорю, вот сделал бы выбор в пользу Mazda. В тот же момент, если бы брал автомобиль на год-два, скорее всего сделал бы, да даже не скорее всего, а 100% сделал бы выбор в пользу немцев. Либо трешку взял бы, 320-й уходящий, либо взял бы А4 с полным приводом и тоже был бы доволен. Поэтому, что покупать? Выбирайте сами, смотрите, думайте. Друзья, у меня на этом все. Высказывайте ваше мнение в комментариях, ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм канала. Будем снимать, будем стараться делать что-то новое. Год начался с Mazda, поэтому будем продолжать и другими автомобилями. Всем до новых встреч, пока-пока.